Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM В Кирове 1306 это программа Особое мнение. Меня зовут Светлана Занько. Напротив меня Владимир Журавлёв, депутат Кировской городской думы. Здравствуйте, Владимир Вениаминович. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. У нас всё готово для конструктивного общения. Есть эфир, есть аудио и видеотрансляция на сайте echokirova.ru. Прямо сейчас вы можете оставлять свои вопросы там же, на сайте. Там есть фотография нашего сегодняшнего спикера. И такая плашечка красная. Задайте свой вопрос. И начнём как раз с вопросов сайта. Владимир, как вы думаете, если бы кандидаты в депутаты в обязательном порядке перед выборами должны были не просто представлять свою программу, но и защищать её и дебатировать, кто из 12 нынешних победителей 8 сентября победил бы? Ну вот ещё человек писал, видимо, раньше, чем вышла информация, что всего этих депутатов 15. Я думаю, что со всеми с ними вы знакомы. Как вы этот список сейчас оцениваете? Нет, ну я, к сожалению, конечно же, не со всеми знаком. Очень много новых фамилий. Меня это радует, потому что я вижу один из позитивных моментов сегодняшний, и как мы можем изменить политику, это приход как раз свежих новых сил, которые могли бы с новыми мыслями, с незатуманенными мозгами что-то привести новое. Я верю в то, что таланты есть в народе, и все свежие струи, в общем-то, они оттуда. Ну мы видим, что тут не только народные представители, да? Тут есть люди, которые, наверное, вам всё-таки знакомы. Список я к вам на стол положила. Посмотрите, есть знакомые фамилии? За кого вы могли бы поручиться, что это был бы хороший депутат? Ну вот смотрите, я, если честно, никого не знаю близко, кроме, наверное, гражданской платформы Михаил Шевелёв. Это такой разумный человек достаточно. То есть я его, ну не настолько хорошо близко, не знаю никого. По крайней мере, я имел беседы с ним. Это умный, думающий человек, это очень важно. Затем есть Антон Долгих. Ну я его тоже не очень хорошо знаю, знаю по выступлениям, встречались на круглых столах. К нему у многих неоднозначные отношения, потому что он колючий, но я его однозначно оцениваю положительно, потому что он что-то типа даже, возможно, Навального, который не боится, говорит правильно, кому-то это не нравится. Но вот сколько я слышал его выступлений, они всегда так-то правдивы и даже с точки зрения закона точны. Может быть, иногда звучат резко, но это вызвано тем, что его ноги не слышат. Я иногда тоже на думе выступаю резко, то есть тон мой переходит в резкий, потому что не слышат или не хотят слышать. Поэтому знаю только двоих. Ну слышал фамилию Виталий Брам, но его не знаю. А неужели вы не слышали о таком человеке, как Дмитрий Тружков, Алексей Вотинцев? Нет, с Алексеем Вотинцевым тоже имел беседы, но это, по-моему, председатель ГУРКОМа, или там городской организации коммунистов, давно человек в политике. А бизнесменов? Из бизнесменов я больше никого не знаю, только Михаил Шевелев. К безработным всегда относился скептически, но если люди не могут найти работу, для меня человек, который не имеет ежедневного труда, уже вызывает сомнения. То есть зачем идут в политику? То есть скажите, депутаты вообще вот сейчас действующие, они изучают этот список, они обсуждают его, они вообще думают о том, кто будет с ними работать бок о бок? Нет, я не знаю за всех депутатов. У нас, видите, немножко Дума разрознена, каждый там живет в своей норке, и никакой работы по объединению почти не ведется. Это не заинтересовано, похоже, руководство. Я имею в виду самого главу города Быково. Но из списка я хочу сказать, что зарегистрированы, вот здесь есть надпись, только один Алексей Вотинцев, поэтому люди намереваются, они еще не зарегистрированы, поэтому давайте дождемся. И тогда, конечно же, я лично буду изучать. А что вы скажете, вот ответите как на вопрос слушателя, который он оставил на сайте. Вот если бы все эти 15 человек за это время до 8 сентября дебатировали между собой, то есть активно вели деятельность, это мы слышали бы во всех СМИ, или где-то их увидели воочию, это было бы полезно? Вы знаете, я сторонник того, что вообще бы Дума обновлялась, возможно, ну, может быть, не полностью, но чем больше людей пройдет через горнило Думы или через какую-то политическую борьбу, они уже становятся политически активными с гражданской позиции. И это уже хорошо. Вы же знаете, что это опыт. И они уже совершенно по-другому смотрят на дела в городе. Это вопрос до того, как они попадут в Думу. Если честно, мое мнение, я бы вот этих всех 12 или 15 человек с удовольствием бы поменял на некоторых действующих депутатов городской Думы, хотя бы они, я вижу, это хотя бы новые фамилии, они не ангажированы. То есть убрать кого-то, кто вам не нравится из Думы, и поселить туда кого бы то ни было. Нет, у меня нет такого, кто мне не нравится в Думе. Мне не нравится, что многие бесхребетно там. То есть они, ну, это не зря говорят, что Дума карманная. Они сидят, я от некоторых людей, уже прошел год с лишним, они там себе что-то под нос бормушат, но не выступают. Неоднократно вы уже об этом говорили при наших встречах. А хорошо, а вот такой кандидат, как Навальный, если бы он оказался кандидатом в наши депутаты, он бы вам понравился? Ну, он тоже занимает, в общем-то, такую позицию крайнюю. Может быть, многие, кстати, его взгляды, они достаточно мне близки. Вы бы его поддержали? Ну, конечно же, однозначно. С его-то финансами кто бы его не поддержал. А вот какая причина. Ну, я шучу. Нет, на самом деле у меня отношение к Навальному, я понимаю, тема заезженная, она у меня двоякая. С одной стороны, ни у кого не вызывают у думающих людей сомнения, что это деньги Госдепа США. Это тот же проект, что проходит сегодня в Сирии, в Ливии, и нам нужно гражданам четко понимать. Это вариант мирной революции. США пытаются... Ну, какая демократия? Навальный агент США. Ну, то, что он на деньги Госдепа, у меня сомнений нет. Но вы первый спикер здесь у нас в студии, который так вот заявляет... Это мое личное мнение, но у меня есть опыт и внутренние ощущения. Это однозначно. И посмотрите там интернет-сайты и так далее. Но в то же время неоднозначно к нему. В то же время, в то же время, то, что он говорит, больше не говорит никто из оппозиции. И с этой точки зрения, а я знаю, что сегодняшняя государственная машина, она больна, у нее раковая опухоль, потому что коррупция... Представляете, в Министерстве обороны... Навальный говорит правильные вещи. Он однозначно говорит правильные вещи. И с этой точки зрения... Полезные вещи для нас. Однозначно полезные. Это что значит, что Госдеп лучше заботится о нас, чем мы сами? Вы знаете, вот помните, говорят, революцию 1917 года Ленин сделал на деньги немцев. То есть, с одной стороны, имеется положительный момент, с другой стороны, ну, антинациональный интерес. И я не верю США, что они хотят, чтобы в России было хорошо. Однозначно, они вкладывают деньги для того, чтобы пытаться разваливать нашу государственную машину и спокойно здесь продолжать свое, как бы, плавание через финансы. Казус какой получается. Но в то же время, как у нас в жизни все имеет две стороны, они одновременно и пользу. То есть, они начинают пробуждать общество, общество шевелить. И с этой точки зрения я отношусь к этим действиям. Ну, наверное, она имеет и положительную сторону. Понимаете, вот жизнь-то она всегда имеет и черное, и белое. Как интересно получается. То есть, вот своими действиями, пробуждая наше общество, они одновременно содействуют краху его. То есть, русского медведя лучше не будить? Нет, я считаю, что... Чтобы он спокойно спал? Ну, я не только русского медведя. Такая же ситуация в Сирии. Сирия стагнировала много лет, экономика не разъяснилась. В Египте застой. И поэтому, с одной стороны, они вроде бы пробуждают, но делают нестабильность. Хотя, с точки зрения моего, как специиста в геополитике, ведь война в Сирии и война в Ливии, знаете, направлена не против России. Она направлена против Европы. Мы все далеки от этих проблем, но идет страшнейшая финансовая конкуренция между Америкой и США и сегодня рынком номер один Европой объединенной. Все-таки Навальный за Россию или против? Вы знаете, я думаю, что, глядя, это лично мое мнение, но оно основывается там на определенных знаниях, что, вы знаете, им руководит однозначно он билет за Россию. Ну, видно. То есть, он искренен по-своему. Тогда он обманывается, значит? Нет, он в то же время использует деньги американцев для того, чтобы эту работу проводить. Вы же понимаете, что любая российская какая-то вещь... Если, например, по-моему, Александр Лебедев пытался там на Болотной площади финансировать, ему моментально дали по рукам, дали по бизнесу. И это в некоторой степени независимость. Да-да, это так существует. Алексей Навальный, который радеет за Россию, используя деньги американцев, которые хотят ее развалить. Они хотят ее ослабить, но в то же время они понимают, что... Вот, вы знаете, вот этой ситуации американцы могут, да, сослужить нам такое, что они разобьют наше государство одновременно. Мы ведь в свое время в Советском Союзе тоже поддерживали. Вот слышали сейчас дело Циммермана? Дело Циммермана, когда он застрелил подростка чернокожего, он ошибся, но суд присяжных оправдал. Ситуация патовая. Я понимаю законодателя американцев, в то же время я понимаю, там, ну вот, негритянское отношение, которое сегодня располошилось. Почему сейчас ведете? Я к тому, что в Америке тоже есть проблемы. И Америка не демократичная страна. И я, как юрист, например, оценив в их конституции многие законы, да, наши законы намного демократичнее. Ну ладно, давайте оставим в стороне Америку и опустимся на нашу землю. Можно из приятного? Давайте. Вот в мае была парламентская группа, в том числе некоторых муниципальных депутатов, приглашали изучить дошкольное образование во Франции и в Австрии. И знаете, наши депутаты с какими мыслями приехали, что там нечему учиться. Французы и австрийцы отстают от нашей системы детских садов. Представляете, в три года там нигде не кормят детей. То есть дети трехлетнему ребенку дают с собой несколько бутербродов на целый день. При том, такого целого 12-часового, как у нас, у них нет ли там 8-часового дня. Дети не спят в детских садах. Мало того, и нам нужно как раз эту систему нашу развивать. Но у нас есть в детских садах программа спортивного, воспитания, спорт, занятий, музыкального, танцевального, песенного, образовательного. Извините, что я прерываю. Когда вернулись наши депутаты оттуда, они что сказали? Мы теперь будем сохранять и развивать нашу систему? Да. Слава Богу. Слава Богу. Я хочу сказать, что и средняя система образования у нас лучше, чем в Европе. Средняя школа. Не брать отдельно Оксфорд, Стэнфорд. Отдельная тема. Давайте еще по текущей информации. Вот сегодня в 3 часа дня проводится собрание по заседанию, не знаю, по вопросу, который возник на прошлой неделе, когда вы знаете, что некоторые наши продукты, это и вас касается, непосредственно вашей деятельности и бизнеса, попали в странный список. То есть продукты в республике Коми оказались какими-то нехорошими. Что вообще произошло? Ну, у меня есть мнение по этому поводу. На самом деле это стандартная ситуация с молочными продуктами. Я еще хочу сказать, что защитить наши молочные продукты и продукцию Кировского молокозавода, хотя у нас тоже есть молокозавод, я это понимаю. Натуральная продукция, она очень быстро портится. И у нас в летний период сейчас тоже возникли проблемы с перевозкой. То есть тут однозначно поставщиком был не сам молокозавод, а посредники. Они купили продукцию в Кирове на складах Кировского молочного комбината и повезли за 400 километров. Если машина не оборудована специальным охлаждающим оборудованием или ее навалено столько в несколько рядов, предположим, можно вывозить молочку в три ряда, а ее загрузили под самые 6-7 рядов, то есть, соответственно, температура могла не охлаждаться. Нарушен режим, пакет может быть не нарушен. Молочка очень чувствительный продукт, она живой. Продукт начнет портиться. Достаточно трех часов. Трех часов. Вот эта проверка, которая была произведена не Роспотребнадзором, который вроде бы должен за это отвечать, которая коснулась только кировских предприятий, а никаких других, не вызывает у вас ощущение, что здесь какая-то борьба вообще за место на прилавках в Коми идет? И это какое-то было направленное такое действие именно в сторону наших производителей. Да нет, я тоже далек от этой мысли. Там, кстати, были, насколько я знаю, вологодские продукты. Там, знаете, молочку тоже Вологда поставляют частично. Нет, неудивительно, потому что примерно, вот эта цифра старая, примерно 70% продуктов питания, особенно молочки и колбасы, мяса, оно идет с Кировской области, поэтому в этом спектре и попало больше наших продуктов. Ничего такого, ну, сверх нет, я думаю, что в мясе ничего нет. Скорее всего, у нас это проблема вот сегодняшнего этапа нашей промышленности. Нам нужен свой транспорт, который, ну, современное холодильное оборудование, ну, не стоит миллионы рублей, и сегодня идет замена, и вот это, как бы, вот оно постепенно. Государство не помогает, и у нас выбор. Или делать такую молочку, как центральная округа, из сухого молока, и с консервантами, да, она и месяц, два, можно и полгода, на нее температура не влияет. Или продолжать кушать натуральное. А вот Василий Куприенович Сураев, он связывает подобные проверки с реализацией правительством Республики Коми программы «Покупай наш». Аналог нашей, да, «Покупай авиатской». Хочу успокоить, у них молочки своей у Коми никогда не было. Ну, сейчас они вроде бы развивают. Ну, это будет производство из сухого молока, но у них же леса, у них нет таких пастбищ. Кировская область, я хочу сказать, что вот две трети территории, вот то, что мы программу по сельскому хозяйству писали, мы продолжаем изучать почвенный состав. Нам нет конкурентов в России по производству молока. И мы, вот если мы это будем использовать, как положительный развивать сельское хозяйство, у нас и промышленность начнет двигаться. Поэтому Комики для нас в данном случае вообще северяне не конкуренты. А сейчас вы же слышали, вот такой ходит в Москве, в Государственной Думе такие разговоры, притом не кировчане заводят, что, ну вот, старая ситуация объединять округа, что в принципе в Коми там жить-то, в общем-то, ну, небольшой национальный пункт. Есть Ухта, есть Сыктывкар. Объединить Коми и Кировскую область с центром в городе Кирове, ну, для того, чтобы укрупнять различные программы, решать и обозвать это Вятским краем. Ну, это, знаете, вот в программе, что убирать национальные какие-то округа, чтобы не было национализма, то есть не надо называть там Коми. Давайте назовем Вятский край, где будут жить все национальности. Это от кого такое предложение? Это в Государственной Думе обсуждает, вот посмотрите на сайте. И вы поддерживаете такое предложение? Вы знаете, ну, я понимаю, что я, может быть, проедусь по чувствам Комиков, может быть, у них тоже хочется иметь там свою республику, у них же министры, хотя у них население меньше. А некоторые районы нашей губернии хотят присоединиться, то к Пермикам, то к Татарстану, и что? Нет, ну, если использовать политику нашего правительства, то, как они относятся к дальним регионам, так я, может быть, если мы сами не можем детей воспитывать, может быть, их передать в чужие руки. А тоже поддерживаете такие? Я не поддерживаю, я пытаюсь рассуждать, ведь все происходит от наших или активных действий, или в результате нашей пассивности, или нашей бездействия. Если мы будем, сложа ручки, сидеть, продолжать ждать, продолжать ждать, когда нам пришлют нормального губернатора, когда кто-то, какой-то дяденька придет и сделает какие-то шаги в политике, которые изменят нашу реальность, так и будет происходить. Сейчас мы отдалились немножко, хотелось бы, чтобы вы подытожили. То есть вы не считаете, что произошедшее в КОМе с нашими продуктами это какой-то результат сепаратистской деятельности, это не результат борьбы за прилавки, это не результат, вот такой побочный эффект программ типа «Покупай наше», это совершенно нормальные действия Республиканской службы по ветеринарному надзору, частные, то, что происходит регулярно? Нет, я не думаю, что это регулярно, просто произошло, возможно, какое-то событие. Вы знаете, как действуют чиновники? Или кто-то пнул, или кто-то там, кого-то там с небес произошло, какой-то случай что-то произошло, и они решили комплексную, качественную, при том проверку провести. И понятно, что недостатки есть, но они связаны с логистикой, с транспортировкой, с хранением продукта, но не с производством однозначно. В этом я уверен, потому что знаю стандарты Кировского молочного комбината, они там самые высокие. Вы вообще эту ситуацию глубоко копали? Вас она коснулась как-то? Нет, мы в КОМИ поставляем, но мы не поставляем в бюджетные, это же проверка была бюджетных организаций, там, по-моему, детских садов, больниц, школ. Да, поэтому нас это не коснулось, но у нас не такой большой объем, но и не маленький, в принципе, мы и в Кострому поставляем, и в Нижний Новгород часть продукции. Ну так, может быть, сейчас нечего и обсуждать, в общем, и беспокоиться не о чем? Или это хорошо все-таки? Нет, смотрите, обсуждать надо, и я думаю, и Василий Куприянович думает. Вот нас этот случай, хотя нас не коснулось напрямую, заставил, что ребята, мы к следующему лету должны покупать свои автомобили и оборудовать технологическим оборудованием. Мы страдали, у нас часть продукции в этом году из-за перевозки кисло. Мы, например, часть, например, мы в сетях присутствуем, например, то, что у них там, их холодильное место там плюс четырех дают плюс восемь, у нас, например, портилась продукция. Это живой продукт. Почему не конкурентов, не боюсь, в коме рынке? Наша продукция молочная, она натуральна. Если брать всех московских производителей, которые там присутствуют, ну, это все из консервантов, из искусственного молока, совершенно другая технология. Если люди разберутся, нам конкуренции нет. Кировская область имеет уникально. Но это не значит, что мы опять же сложили ручки на коленочках и ждем. Мы должны работать и двигать это. Вот на сегодняшнем заседании, который будет проводить Алексей Алексеевич Котлячков, глава департамента сельского хозяйства и продовольствия, вы будете присутствовать? Нет, ну, я знаю, что меня Алексей Алексеевич не приглашает. Я неудобный, во-первых... Может быть, потому что не коснулось ваших продуктов? Ну, на самом деле, может быть, и эта причина. Но я думаю, что... Ну, я не являюсь, наверное, сторонником того, что делает Алексей Алексеевич. То есть он неплохо делает, но я считаю, что можно делать намного больше. Давайте будем касаться конкретно вот этого вопроса. Меня не пригласили, потому что я думаю, как раз из-за того, что есть что сказать, я начну как бы критиковать в том числе деятельность департамента. У нас, кстати, есть пять колхозов. Мы пятый колхоз сейчас приобретаем. Проблема знакомая. Я считаю, что департамент почти ничего не делал. Он пил... Пришли деньги с федерального бюджета, пришли с областного. Они просто пилят и раздают каких-то реальных шагов, какой-то программы, хоть что-то развивать, да хоть кроликов развивать. Или как была у Сергенкова, на 7 миллиардов по... У вас ведь была программа, вы приезжали. Она до сих пор существует, ее никто не слышит. Где она сейчас лежит, эта программа? У кого на столе? Она в Государственной Думе, в Комитете по сельскому хозяйству. Мало того, мы сейчас в Ярославской области на одном из регионов делом на одном хозяйстве вот эту программу прокатываем. Плюс на своих хозяйствах, вот у нас пять хозяйств, мы многие методы используем, и мы к этому подходим. Я хочу сказать, что молочная, и хочу призвать бизнес идти в колхозы, но сознание, если у тебя есть технология и правильный подход, промышленный подход, то молочная, она как нефтяная. Вот она, молочные реки, кисельные берега. Я хочу зачитать послание от нашей слушательницы. Говорит, не называйте жителей Коми комиками, они могут обидеться. Нет, они обижаются даже, когда их так называют. Извините, жители Коми. Да, извиняюсь, то же самое, извините, я действительно так вот так сказал. Да, жители Коми, согласен, принимаются. Да, вот смотрите, еще один вопрос с сайта. Владимир Вениаминович, как вы можете объяснить действия городской администрации в вопросах выдачи разрешений на строительство на территории городских скверов, Аллы Паруса, например, и таких примеров достаточно благодарю, Андрей. Кратко, потому что тема вашего мнения. Сплошное беззаконие нарушения нормативно-правовых актов. Ну, я назвал бы еще резче. Меня это не устраивает, я считаю, что это коррупционировано. И те люди, которые сегодня занимаются этими вопросами, я имею в виду архитектора главного, зама которого разрешение строительства, и человека, который заведует, я бы их просто уволил. Это моя позиция, и я буду этого добиваться. Ну, понятно. Однозначно, ко всем перечисленным негативно. И считаю это как бездействие администрации. Почему и борюсь за изменения там. Это особое мнение Владимира Журавлева, депутата Кировской городской думы. До рекламы остается три минуты. Как раз, чтобы вы ответили на еще один вопрос сайта. Почему в оврагах засора опять планируют построить торговые центры? По их берегам и так уже стоят страшилища, в которые никто не въезжает. Быков и белых не видят, что ли, что людям нужны качественно обустроенные места для отдыха, зелень, водоемы, спортивные площадки. Почему-то вас спрашивают, видят или не видят наши главы. Площадки маленьких и уютных кафе не хватает. Пусть лучше оставят покои эти овраги, ну и так далее. Ну, однозначно согласен с этим вопросом. В русле вот и моих мыслей лежит. Во-первых, Белых, он не местный, он, честно говоря, не любит город, поэтому он так не вникает во многие вопросы. Владимир Васильевич Быков, ну, ему, возможно, не хватает, ну, может быть, опыта хозяйственной деятельности. Вот это как раз видение. Есть проект, вот мое видение какое, вот группа людей, которые мы обсуждаем, ну, там, в том числе и ряд депутатов, мы считаем, что овраги-засоры должны быть приведены, они должны быть сделаны прогулочными. То есть в центре мы делаем канал из бетона, вот эту речку вводим в берега, а по берегам мы делаем спортивные площадки, детские площадки, кафе, и мы чтобы могли там гулять. И есть проект вот между трудовыми резервами по большевиков, ну, по Казанской сейчас улице, вот вырыть. Это же вы в курсе, что во время советской власти мы засыпали это. Это так-то был овраг и дальше, где стадион трудовой резервы. Мы здесь делаем мост, и то есть в сторону трудовых резервов продолжается овраг. И река идет дальше туда. Ну, если мы можем в землю, под землю увезти туда, чтобы она дальше вытекала. Но сделать какими-то местами отдыха, делать торговые центры однозначно против, возможно, какие-то стадионы, катки, возможно, даже какой-то ледовый спорт, возможно. Но я считаю, что нужен коллективный, проблема нынешней власти, она не может объединять людей. Нужна общественная дискуссия, полемика. Только в этой дискуссии мы получим полномасштабную идею. Вы же видели макеты того, что собираются построить в некоторых из этих оврагов. Там есть действительно торговые центры, там есть парковки большие. Если эти проекты будут уже близки к реализации, вы будете как-то сопротивляться? Нет, я противник, что там появились торговые центры. Их и так достаточно. Я считаю, что нужно использовать вот эту геологию, вот это особое географическое положение, для того, чтобы больше было природных мест в городе для отдыха. А что нужно сделать для того, чтобы вот такие проекты, как вы сейчас рассказываете, реализовывались? Нужна политическая воля. И нужно, чтобы и, в частности, Владимир Васильевич Быков слышал остальных людей. Вот, кстати, знаете... Часть людей говорит, что действительно нужны парковки. Правда, их не хватает. И, может быть, кому-то не хватает торгового центра. Погодите, сначала мы глупую политику ведем, точечные застройки. Все места застраиваем, пятна не оставляем. А теперь хотим в места, где мы могли бы просто отдыхать. Ведь город — это не где стоят дома и где автостоянки, хотя это реальность. А это где мы можем просто жить, прогуляться там с детьми, с родителями, с друзьями. — Если бы реализовали такой проект, как вы говорите, так получается гигантская прогулочная зона с большим количеством зелени. Это был бы хороший такой презент от глав нашим горожанам? — Мало того, здесь денег-то больших не надо. — Это был бы хороший шаг со стороны наших глав, и это бы запомнилось горожанам? — Я считаю, что он разумный. Я не знаю, что будет через 50 лет, но в сегодняшних... — Это сыграло бы в плюс вот такой реализации большой прогулочной зоны? — Да, я считаю, что они бы нужны были. Экология нам нужна в городе. — В плюс сыграло бы главам нашего города? — Ну, мое мнение, да. — Больше бы любили их за такой вот проект? — Вы знаете, я вообще далек от мысли, что главу города кто-то будет любить независимо. Будет самый лучший человек, гражданин города Кирова, все равно найдется люди, которые его не будут любить. Мы должны понимать и реалистами, что должность расстрельная. Как есть друзья, так есть и враги, как есть коллеги, соратники, так есть и оппоненты. — Хорошо, на некоторое время, реализовав такой серьезный проект, который подарит людям огромную парковую зону, полюбили бы больше? — Я думаю, что нынешний глава города ему все равно любят его или не любят. Если бы он смотрел, насколько его поддерживают или не поддерживают, я думаю, что он бы ушел в отставку. — Это особое мнение Владимира Журавлева. Вернемся после короткой рекламы. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. — Особое мнение на 101FM Это действительно программа «Особое мнение». Меня зовут Светлана Занько, она против меня Владимир Журавлев, депутат Кировской городской думы. Мы продолжаем следующий вопрос. Сегодня активно обсуждали тоже эту тему в дневном развороте. Вы наверняка знаете, что в рамках общественной палаты Кировской области в скором времени начнет свою работу региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ. Что очень интересно, что этот центр будет рассматривать обращения граждан по вопросам ЖКХ. И каждому, кто обратится в центр, эксперты постараются дать квалифицированный ответ. Если это будет необходимо, на заседание будут приглашаться и сами заявители, и специалисты по данным вопросам. Но это впервые, кстати говоря, озвучена эта информация, была на сайте общественной палаты и сегодня еще раз подтверждалась, потому что изначально говорилось, что этот центр будет осуществлять контролирующую функцию, то есть контролировать все те органы, которые ЖКХ занимаются, потом куда надо информацию передавать. И возникало сомнение насчет того, какая будет, собственно говоря, польза от этого комитета. Вот сейчас заявляют, что будут принимать, уже принимают обращения граждан. Хорошая идея? Ну, она такая половинчатая, это попытка, возможно, смягчить общественное недовольство. Вы знаете, что и по опросам федеральных агентств и местных агентств, самый острый вопрос сегодня экономический, даже социально-экономический, это вопрос ЖКХ. То есть мы снова получили с 1 июля повышение тарифов, считая, что это необоснованным. Плюс теперь, являясь депутатом городской думы, немножко разбираясь там в действиях, вот МОПов сейчас эта комиссия создана, я очень внимательно смотрю финансовые документы, задаю очень много вопросов директорам, замам директоров МОП. И у меня как управленца и хозяйственника есть четкое решение, вопрос. Та система, которая сегодня есть, ну она, вы знаете, я даже не скажу не система, это очередное оболванивание населения и просто разворовываются деньги. Я сторонник того, мое решение, это мое личное мнение, оно хозяйственно-экономическое. Во-первых, вся система ЖКХ должна быть в первую очередь выстроена таким образом. Во-первых, я ярый противник управляющих компаний, это те же названия ЖКХ, но они неэффективны по многим причинам. Я их могу назвать, они есть управленческие, есть кадровые. Остановлюсь просто вот на том, какую бы систему я видел. Первое, я хочу призвать жителей города Кирова и рекомендую однозначно организовать ТСЖ, потому что вот у меня есть пример того, как мои, например, родители на Лепсе живут, и у них управляющие компании. Например, у нас дом пятиэтажный, где мы взяли в руки власть, организовали ТСЖ. Разница на метр квадратный в итоге, в том числе по горячей воде, хотя вроде бы те же самые тарифы, ну не бери электричество, это по счетчику, в четыре с половиной раза дешевле. Представляете? А что делать тем людям, в домах, в которых раздоры, люди не могут объединиться в ТСЖ? Вот видите, я это понимаю. Вот сейчас мне, например, как депутат очень много обращается граждан с ремонтом дворов, с ремонтом крыш. И они говорят, Владимир, вот понимаете, мы не можем организовать там два подъезда, четыре подъезда в шесть, но, к сожалению, другого-то загадателя не придумали. Некоторые вещи, зубы чистить, там, кормить себя, мы должны сами организуйтесь, как бы ни было трудно, проявите настойчивость гражданскую, потому что президент Путин нам ничего не сделал, даже Никита Юрьевич Белых не придет в каждый двор и не соберет вас. Это гражданская позиция, должны объединиться, потому что по закону вы даже можете на конкурс документы подать по ремонту крыши или по ремонту дворовой территории, организовав или ТОС, или ТСЖ. ТСЖ — это хозяйствующая уже, как бы, организация. ТОС — это просто общественная организация для того, чтобы высказать, как бы, общественное мнение, волю. Вот еще одна проблема, когда люди не могут организоваться никакими способами, возможно, территориальное управление, их руководители должны какую-то скорую помощь высылать этим людям, помогать психологи, юристы, поработали, объединили, показали выход, направление, помогли составить документы, показали этим людям. Смотрите, вы объединились, мы вам помогли сейчас, помирили вас и дали инструмент в руки. Нас же никто этим не занимается, насколько я понимаю. Светлана, я с этим согласен, но совершенно не так. Территориальное управление однозначно готово. Мало того, вот мои помощники у депутата, они готовы в нашем округе прийти и помочь с оформлением документов, притом совершенно бесплатно. То есть я как бы несу эту нагрузку на себя, понимая, что качество нашей жизни, оно прежде всего начинается с дворовой территории, с крыши, с чистоты в подъездах. Но, господа, никакой депутат, никакой глава города или президент страны это не наладит. Мы это должны сделать своими собственными руками. Уж извините за то, что вот сегодня, мне кажется, вот общественное сознание, с ним никто не работает. В свое время, сейчас перечитываю работы Владимира Ильича Ленина, представляете, он, оказывается, такой умница. Столько он мыслей оставил в государственном строительстве. А у вас прям собрание сочинений Владимира Ильича? Синее или красное? Если честно, синее, да, вот оно досталось мне по наследству. Я его и тогда перечитываю. Вы знаете, вещи умные. Так, впрочем, как вот, например, некоторые записки Иосифа Ильича Сталина, свои его мысли об управлении страной, вы знаете, все остается по-прежнему. Давайте к ТСЖ и к ТОСам вернемся, к домам. Я хочу сказать, что если граждане не смогут организоваться, извините, будет беспорядок в ваших подъездах, в ваших дворах, потому что государство и так, и городская, например, власть сделали. Ребята, мы готовы. Ну, напишите заявку, но для того, чтобы заявка, должно быть 50% хотя бы жителей собраться и проголосовать. Пройдите по квартирам, у меня просьба. Но в конечном это качество вашей жизни. Хотите дальше в таком качестве жить? Ну, есть некоторые варианты. Приедете в другой дом с более активной позицией. Ну, все что-то нужно делать. А эти дома пускай гниют. Погодите, если это устраивает этих граждан, мы что, Света, сами соберемся и пойдем в чужом подъезде прибираться? Хозяин есть вообще в этом районе, который говорит, вас, может быть, и устраивает, что вы так живете, а меня, как хозяина, не устраивает, потому что я хочу, чтобы в моем районе был порядок. И поэтому вот такого-то числа собираемся, приходят со специалистами. Вы думаете, люди на это не отреагируют? Нет, погодите. Люди, на самом деле, территориальное управление районное, я знаю, они оказывают такую консультативную помощь. Если вы придете, напишите заявление один раз в месяц, депутат принимает, может быть, и он скажет, что вы знаете, у меня вот хорошо, если у него есть там какой-то фонд финансовый. Может и нет, но неважно. Он скажет, напишите, а там посмотрим. Вот ваша позиция совершенно ясна, говорят об этом многие. Если вы сами не организуетесь, то никто вам не поможет. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Граждане, депутаты и главы районов территориальных управлений, а вы-то на что? Заявление принимать? Нет, погодите. Помогите этим людям, несчастным, которые не могут справиться с проблемой. Хорошо, давайте пусть глава района сходит, там у кого-то на кухне приберется. Вы знаете, вот мы должны немножко разграничить, у нас все равно есть такое паттерн, вот иждивенчество, вот такое ощущение, ребят, ну пошлитесь сами. Начинается. Я это понимаю. Воспитайте своих граждан иждивенчество. Честно, я однозначно, вот у нас есть проблема, вот сейчас, например, Карла Маркса, 30, обращаясь к жителям этого дома, потому что там есть врач, активный товарищ, который вот обратился, и он говорит, Владимир Евгеньевич, вот такая ситуация, ну не могу я организовать. Я ему говорю, ну ты все подъезды, вы не обходите, хотя бы два подъезда, ну для того, чтобы самых активных пройдите, хотя бы заочное голосование, формальную процедуру сделайте, и тогда они не могут подать заявку на ремонт дворовой территории. И он говорит, ну просто пассивно. Возможно возраст уже, возможно не верят люди, то есть не понимают. Нужна, вы знаете, вот каждому нужно объяснить. Этим людям, вот этим, у которых возраст, пассив и так далее, нужна руководящая рука не из их подъезда, а откуда им кажется, что эти люди имеют власть, вышестоящие. У нас ведь у всех людей есть такая потребность подчиняться кому-то. Я согласен, пассивность. Но вы знаете, ведь умные люди никогда не хотят, чтобы от них кто-то зависел, потому что тебе вроде бы приятно, тебя слушаются полностью, но в то же время они сядут на шею. А, ну то эти умные люди сидят в своих кабинетах и не хотят, чтобы кто-то садился им на шею. Ну, я понимаю, что, может быть, наш государственный аппарат, он не самый идеальный, но если это, знаете, это плоть от плоти нашего общества. Мы сами немножко пассивны. Если мы чиновников будем шевелить, им не нравится, они вот ругаются, называют там некорректным поведением, но на самом деле идет изменение, все равно идет определенное развитие. И вот смотрите, реальность какая. У нас сегодня так-то все квартиры, большинство, они выкуплены. То есть люди стали собственниками квартир. У нас и обратный процесс происходит сейчас. А процесс обратный. То есть теперь мы понимаем. Вот я сейчас вот наблюдаю, мы, господа, вот граждане, обращаюсь, хотя я сам сторонник, например, старого государства, мы из социализма обратно вернулись в капитализм. Карл Макс показал, что сначала идет капитализм, потом социализм, потом капитализм разных форм. А мы из социализма, из социального государства решили вернуться назад. И сегодня это реальность, это капитализм. Я не его не сторонник. Я за то, что вот мне нравится, как ситуация в Норвегии, в Канаде, в Дании, в Германии, там социальное государство. Но это зависит от нашей. Демократия — это активность граждан. Сегодня даже США нам не принесет, даже господин Путин, нам эту демократию и даже депутаты. Владимир Вениаминович, вы понимаете, что вот эти ваши слова, те самые люди, которые не могут собраться в своем подъезде и понять, что его нужно там прибирать, они не слышат и слушать не будут. Не надо им про Норвегию говорить, не надо им про демократию, Карла Маркса и капитал загибать. Помогите им сейчас здесь на месте, в их подъезде, раз уж у них такое горе. И вот дальше можете вручать им синее, красное издание или Карла Маркса. Света, я хочу сказать, что радио «Эхо Москвы» есть постоянные слушатели, и это люди, я бы сказал, которым интересна политика и то, что происходит в обществе. Я обращаюсь к ним. Понятно, что... Я сейчас не про то, мы про ЖКХ. Про ЖКХ, я про это говорю. Некоторые вещи, вот то, что может сделать государство, это одна часть, но то, что в руках людей, это другая часть. Вы лично сейчас в своем статусе депутата, вы государство или вы человек? Я однозначно государственник, моя позиция, потому что я хочу, чтобы было всем хорошо, чтобы система общества развивалась, но проблемы в ней были, и я их не решу, потому что с этими же проблемами сталкиваются Англия, Германия. А может быть тогда вот этот региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ призвать к тому, чтобы он вот такие вот мелкие вопросы решал, как раз в городе подъезде? Вы знаете, вот это как раз в политике есть. Или инициатива снизу, или инициатива сверху. Знаете, почему немцы живут лучше на бытовом уровне? Они активно, позиция гражданская. Они легко организовались и сделали, например, в доме дорогу, пристроили, например... Владимир Вениаминович, немцы живут так столетиями. Мы столетиями живем вот так, как мы живем. Погодите, Света. После нашего с вами эфира хорошо бы, чтобы что-то изменилось. Я хочу, чтобы мы были активны, чтобы мы взяли судьбу своей жизни в свои собственные руки. Замечательная точка, потому что мы заканчиваем нашу программу. Время, к сожалению, прошло. Спасибо, что были сегодня со мной. Владимир Журавлев, депутат Кировской городской думы. Это его особое мнение сегодня звучало. Меня зовут Светлана Занько. До свидания. Светлана Занько помогала мне высказать свое мнение. Вдохновляла. Особое мнение на 101FM